МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом на первом еврейском новости. Главное за 7 минут. В студии Григорий Бутлицкий. Сегодня в выпуске. Время устанавливать камни. В Еврейском музее и Центре толерантности заложили памятник героям сопротивления в концлагерях. Кто исправил хотя бы одну букву, написал весь свиток. В синагогу Бать Свороди внесли новый свиток Торы. Актёр, писатель и натуралист. В Еврейском общинном центре состоялся творческий вечер Павла Любинцева. И начнём с обзора наиболее заметных событий этого дня. В синагогу Бать Свороди внесли новый свиток Торы. Такой подарок общине горских евреев сделал отец Эктибар Ифраимов в честь бар-митцвы своего сына Давида. Существует заповедь, предписывающая каждому написать свиток Торы. И всякий, исполняющий эту митцву, удостаивается особого благословения. Он и его дети наделяются мудростью. В готовом свитке оставляются недописанными несколько слов для того, чтобы даритель дописал их сам. Ибо, как сказали мудрецы, тот, кто исправил хотя бы одну букву, как будто написал весь свиток. Владимир Путин подарил Бенемину Нетаньяху оригинал письма немецкого промышленника Оскара Шиндлера своей жене. Премьер-министр Израиля пообещал передать реликвию в национальный мемориал Холокоста и героизма Яд-Вашем, где хранится список 1200 евреев, спасенных Шиндлером в годы Второй мировой войны, и свидетельства людей, уцелевших благодаря ему. В конце минувшей недели в палате Холокоста на горе Сион, где похоронен праведник народов мира, установили мемориальную доску в его честь. Сегодня евреи отмечают Тубишват, Новый год деревьев. В Торе описывается, как деревья, увидев, что Бог даровал людям праздник Нового года, преисполнили зависть и попросили, чтобы и им был установлен такой же день. Мы этот день празднуем следующим образом. В молитвах мы не читаем Таханон, это исповедь. И еще в этот день, в этот вечер и на следующий день принято есть фрукты, которыми славится земля Израиля. Это фрукты, например, финики, инжир, гранат, оливки и другие виды вещей, которые упомянуты в Торе. Угорских евреев принято в этот вечер, и день жарит пшеницу, и кушает его, как семечки. Это очень такой хороший, веселый праздник. Дай Бог, чтобы в этот праздник было у вас достатка, было плодородие, было много-много счастья и благополучия. В современном Израиле эта дата празднуется, как день экологического сознания, и отмечается посадкой саженцев. В Еврейском музее и Центре толерантности состоялась закладка первого камня памятника героям сопротивления в концлагерях и открытие выставки «Сабибор, победившие смерть» к 75-летней годовщине восстания узников концлагеря. Репортаж Татьяны Ларцовой. Шесть свечей в памяти шести миллионах евреев, погибших от рук нацистов в концлагерях и гетто. По всему миру проходят памятные мероприятия, посвященные самой чудовищной катастрофе XX века. Рука дрожала. Я боялась, что свечка потухнет. Очень волнительно. Очень. Ну, как вы думаете? Как вот ушедшие жизни трепещутся. Ну, как-то такие аллегории возникают. Я боял заплакать. 27 января Генеральная ассамблея ООН выбрана не случайно. Именно в этот день советская армия освободила самый большой лагерь смерти – Ауш из Беркинау. Когда читаешь мемориары военных, которые освобождали нацистские лагеря смерти, сердце наполняется ужасом. Не волнует, возникает желание не говорить об этом. Слишком это страшно. Но говорить надо, чтобы никогда больше не повторилась трагедия. День победы 9 мая 1945 года. Теперь есть и в еврейском календаре. 26 января – День спасения и освобождения – был инициирован президентом Международного благотворительного фонда «Стмеги» Германом Захаряевым. В этом году его будут отмечать в пятый раз. Недавно в нашем парламенте был принят специальный закон, который установил особый статус 9 мая как Дня победы над нацистской Германией, как особой датой израильского календаря. На территории Еврейского музея Центра толерантности заложили камень мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто. Его привезли из местечка Любавичи. Все еврейское население, которое нацисты расстреляли 4 ноября 1941 года, открыли выставку «Собибор, победивший смерть». Она посвящена единственному восстанию в нацистском концлагере, в результате которого заключенным удалось бежать. Поражает мужество и силы людей, которые практически с голыми руками шли на врага. Несгибаемая воля руководителя восстания, советского лейтенанта Александра Печерского, это не может не восхищать и удивлять. Эти люди отстаивали свое право на жизнь, не боясь смерти. Боролись за свободу и человеческое достоинство. Обреченные, но не сломленные, они смогли победить. Мы преклоняемся перед их стойкостью, а их боль до сих пор отдается в наших сердцах. О подвиге советского офицера Александра Печерского Константин Хабенский снимает фильм, где играет главную роль. Отрывок из ленты показали президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху. На экраны картина выйдет весной. Имя Александра Печерского решено дать улице в Новой Москве. Как сообщили в Московской топонимической комиссии, это будет участок дороги от Боровского шоссе в сторону Троицка. И еще в честь героя назовут самолет и поезд дальнего следования. Заядлый путешественник, любитель флоры и фауны, изысканный театрал, актер и преподаватель. В Московском еврейском общинном центре состоялся творческий вечер популярного телеведущего Павла Любимцева. С гранями его таланта соприкоснулась наш корреспондент Татьяна Скорик. Актер, режиссер, педагог и телеведущий. В детстве Павел Любимцев мечтал стать зоологом, но в восьмом классе увлекся театром. Однако интерес к миру животных никуда не делся. Народную известность Любимцеву принесла телепрограмма «Путешествие натуралиста». Заслуженный актер России дал концерт в Московском еврейском общинном центре. Прочитал зрителям свои любимые юмористические рассказы. Глубоко уважаемый товарищ Синицын, прошу обратить ваше внимание на определенную часть вашего туалета, в смысле брюки, потому что в них наблюдается некоторое несовершенство, в смысле пуговиц. Рассказы Булгакова, Зорина, Зощенко, Хармса, Горина, Жванецкого в лицах и с чувством. Зал восторженно аплодирует любимому артисту. Такие вечера Павел Евгеньевич проводит не только для взрослых, вот уже много лет выступает в школах. Но там результат не всегда предсказуем. В школах я вот сейчас вижу, что очень дети изменились и гораздо хуже они слушают, просто не могут долго держать внимание. И юмористических каких-то вещей не понимают. Ну не смеются там, где смешно. И там, где смеялись еще пять лет назад. Программа-то не меняется, она какая была, такая есть. Я читаю в основном классические тексты. Значит, что-то происходит с детьми. Залог успеха творческого человека – многогранность. Павел Любимцев выступает как чтец, играет в театре, снимается в кино, работает на телевидении, руководит кафедрой мастерства актера в Щукинском театральном институте. И даже пишет книги. О том, о чем знает. От заметок путешественника до учебников для театральных вузов. На сегодня все. Смотрите нас завтра в это же время на Первом Еврейском. Все вам доброго и до встречи.